Добрый вечер. В эфире телеканал Астана. Программа «Статус-Кво». С вами Динара Саджан. И сегодня у нас в гостях депутат мажориста парламента Мухтар Тинькеев. Добрый вечер, Мухтар Бакирович. Добрый вечер. Представляю вас, хочется сказать, что не просто депутат, да, мажориста, а депутат, которому всегда есть что сказать. У вас получается промолчать? Не всегда удается. И ну раз думаешь, ну все, не буду задавать вопросов, буду сидеть молчать, не получается. Какой созыв по счету сейчас у вас? У меня шестой созыв. То есть сколько лет в общем вы уже находитесь в парламенте? Я 14,5 лет. Ну необходимо, наверное, учесть, что 4 раза из них я избирался по территории. И вот если посмотреть, как идти на выборы по территории и как идти на выборы от партии под флагом партии «Нуратан», я вам скажу, что легче всего идти по партийному списку. Тот или иной депутат, который не выступает на заседании парламента, не говорит о том, что он отмалчивается. Он задает вопросы. Ну вы как считаете, депутат должен быть публичным человеком, открытым? То есть это вот прям, это должно быть критерием, да, при отборе? Ну, тут я не могу что-либо сказать, как отбирать, какой критерий. Ну, избравшись депутатом, представляет тот или иной регион, естественно, он должен быть открытым публичным человеком. Вы знаете, что означает слово «тролль»? Тролль? В интернете, да, то есть этот термин существует? Вы знаете, да, что такое тролль? А вы знаете, что вас называют парламентским троллем? Я прочел недавно в Тингри Ньюс статью, Ренат, по-моему, его зовут, этого парня. То есть тролль – это человек, который, скажем, может поднять какую-то тему для того, чтобы просто вызвать эмоции, да, при этом хладнокровно, оставаясь вот абсолютно спокойным, да, то есть человек, который намеренно, да, вызывает у человека какую-то реакцию и наблюдает. Вот вас не обидело это сравнение? Нет, конечно же, меня вообще затрагивают такие вот слова, выражения. Как вы заметили, я никогда не отмалчиваюсь, даже в том же интернете, в том же Тингри Ньюс. Я веду полемику на других сайтах, где начинают полоскать мое имя, мою фамилию, употреблять какие-то там слова нелицеприятные. Я подписываюсь в Тиннике и веду полемику с этими людьми. Одному даже человеку указал телефон свой рабочий, если есть что-то сказать, скажу, он позвонил. Естественно, после этого говорит, я изменил мнение о вас. Люди, которые совершенно не знают меня, позволяют себе такие вещи, и тем более под «Аноним» или «Вася Пупкин». Есть предложение, приди, я открыт. Пармайн у нас один. А в отношении вас, «Анонимы», вас сотни тысяч, где тебя искать, как с тобой спорить? Ну вот интересно, что вы, когда вступаете в полемику, даже я наблюдаю за вами в Твиттере, вижу, что даже на женское хамство какое-то вы можете тоже отметить, что обязательно ни одно такое сообщение вы не проигнорируете. Я вот такой человек, понимаете? Я не могу молчать, когда вижу несправедливость. Это касается не только простых людей, это касается и министров, и кого бы то ни было. Смотрите, вас задевает, получается, когда вас называют троллем или еще что-то, что-то про вас пишут в интернете. Но вот интересно, что мне нравится, как вы, интересно, выражаетесь у вас на правительственных часах и вообще в Мажелесе. Недавно вы назвали главу агентства по статистике Алихана Смаилова кабинетным мальчиком. Полицейских в теле вы назвали бешпормачными животами. То есть вы специально употребляете вот такие вот сравнения? Попало это в голову, я и сказал. Вы не думаете о том, что потом придется еще нести ответственность за эти слова? Я не вижу, чтобы я нес ответственность. Прежде чем назвать кабинетным мальчиком, я прочел уже биографии этого человека, который действительно не выходил из кабинета и пугает меня шахтой. Человек, который имеет 12 лет подземного стажа. Это все равно, что чабана пугать бараном. Кстати, когда мы с ним, как журналисты, назвали это пикировкой, он мне потом, кстати, позвонил и извинился. Говорит, ну окей, я вообще таких вещей не говорил. И когда я стал разбираться, во-первых, это же не на ровном месте все получилось. Мы с Бигинеевым депутатом, он тогда был кандидатом, два кандидата, мы поехали в шахтинский регион встречаться с избирателями, когда была предвыборная кампания, и встретились с регрессниками РГП «Ликвид Шахт», которые получают минимальные регрессные выплаты. Почему? Потому что статкомитет посчитал им минимальную заработную плату шахтеров. Я начал разбираться, задал ему вопрос. И вот он ответил, что якобы я разобрался, теньки его надо в шахту сходить, там 70 тысяч. Я сделал запрос, мне дали ответ, что из 12 предприятий, я говорю, стоп, какие 12 предприятия, еще один запрос, дайте мне эти 12. И что выходит? Выходит, что в эти 12 предприятия входят обогатительные фабрики, разрезы и всего лишь три шахты подземные. Ну как можно сравнивать труд подземного шахтера с работником обогатительной фабрики или работником угольного разреза? Даже по риску это совершенно разные специальности. Сколько шахтеры на самом деле получают? И вот я вам говорю, что 12 вот этих всех предприятий объединили, высчитали среднюю зарплату, у них получилось 70 тысяч. И вот человек, у которого 50% потери трудоспособности, он на 70 тысяч получает 35. Я же заявил, что шахтеры не получают ниже 200 тысяч. Он мне говорит, пусть и некие в шахту сходят. Откуда у меня такие данные? Я же перед тем, как заявление такие делать, я же позвонил генеральному директору угольного департамента, он мне дал, у меня есть список. Шахта казахстанская 200 тысяч, шахта Костенко 200 тысяч, там 215, 280, нету ниже 200 тысяч. Оказывается, шахты, относящие к Арселор Миттл, не входят в этот список. Они идут как к металлургии. 8 шахт. И получилось так, что у нас из 300, я условно беру, регрессников, 150 посчитали по зарплатам Арселор Миттл, шахтам, у них получилось там в среднем, допустим, 200 тысяч, 50% утерет трудоспособности, он 100 тысяч получает, а часть регрессников им посчитали, по вот этим 12 предприятиям, часть которых вообще не относится к подземной группе, у них получилось 70 тысяч, они получают 35 тысяч. Есть разница, 35 получать или 100 тысяч? Конечно, есть, большая разница. Я хочу, чтобы все эти регрессники получали по 100 тысяч. Понимаете? Ну, это понятно, но вот я, насколько наблюдая за этой ситуацией, я помню, что Алихан Смейлов вроде бы сказал, что он готов с вами в шахту спуститься. Чем закончилась эта история? Кстати, я сейчас готовлю брифинг, где и озвучу. И, кстати, после наших заявлений, моих и Бегинеева, сейчас создана при министерстве рабочая группа, которая будет заниматься этими вопросами этих регрессников. А что мешало этому статкомитету посчитать? Это же наши люди, это же не чужие люди. Посчитать им по более выгодным вещам. Другой вопрос. Уровень инфляции 6-7%. Как высчитывается? Мне говорят, 508 позиций. Я запросил эти 508 позиций. Ну, это вообще-то... Ну, смотрите, для того, чтобы добиться своего и помочь людям, вам проще и лучше? Как эффективнее действовать? Да, вот именно таким образом, да? Или вам проще это все-таки как-то делать, скажем, в дружбе, да, с министрами и с руководителями различных регрессов? Я как-то выступаю, сказал, что для меня ближе вот эта семья этого регрессника, чем какой-либо министр, понимаете? Мнение какого-либо министра обо мне, того же представителя статкомитета. Потому что за этим бедным инвалидом, который получил травму в шахте, это, поверьте, невысокие слова, у которого есть семья, у которого ему надо одевать семью, покупать какие-то вещи, обучать детей, платить за обучение, платить кредит какие-то, за коммунальные услуги. А он по вине вот этих чиновников получает мизер. Но вы при этом дружите с какими-то министрами и вообще с чиновниками? Есть у вас друзья вот среди них? Ну, как сказать друзья? Ко мне, у меня нету, вот, кстати, последний раз, когда я выступал, я жамишу так сказал, у меня нету предвзятого отношения к вам. Кстати, вот к председателю агентства по статистике. Вообще нет у меня никому предвзятого отношения, понимаете? С кем вы дружите? Ну, допустим, Сиртезбаевым, с тем же. Дружу, вот из высокопоставленных вы имеете в виду чиновников. Ну, как дружу, общаюсь. Вот что касается вашего запроса по поводу, вот, где вы называете сотрудников правоохранительных органов, я так понимаю, что в частности сотрудников УДП, да? Пишпармаченными животами. Ну, это касается не только УДП, это касается вообще сотрудников правоохранительных органов. Но чаще всего они, к сожалению, находятся в МВД, понимаете? Ну, лично вас как это задевает? Почему вы решили... По большому счету, я опять-таки говорю, да, вот, язык мой, враг мой. Да мог бы я промолчать, понимаете? И все. И не было бы этих вопросов ненужных, и не было бы критики в мою сторону, да, в интернете. Я сам был тучный, да, вот, буквально полтора года назад. Я 20 килограмм сбросил за полтора года. Сейчас, правда, курить бросил, набрал еще 6 килограмм. При желании можно сбросить. Но ты человек в форме когда, да, ты представляешь власть, ты должен выглядеть нормально. Я имею в виду правоохранительных органов. Ну, я согласна с вами, потому что недавно я сама увидела армию, да, изнутри, и я увидела, чем питаются наши солдаты. И на самом деле еда очень калорийная, вкусная, да, но она такая ограниченная, да, скажем. Но зато я заметила, что среди солдат я ни одного тучного солдата не увидела, да. И это же очень, на самом деле, вот, смотреть на мужчину в форме без лишних килограмм, намного приятнее, согласна с вами. Но вот интересно, что вот мы сейчас с вами затронули тему, что по большому счету журналисты раздувают, да. То есть после каждого вашего депутатского запроса вы становитесь героем всех новостей, героем дня. Вот поверьте, да, что это все делается не ради самопиара какого-то, как многие об этом, наверное, думают, да. Ну, попадается такая тема. Вот перед приездом сюда у нас было выездное заседание социального совета при фракции НДП Нуратан на велотреке. Вот там, если бы я остался, там тоже были журналисты, кинокамеры стояли. Если бы не эта запись передачи, я бы тоже там сказал бы, если государство сейчас будет меньше вкладывать средства строительства спортивных объектов, мы больше будем вынуждены строить тюрем. И вот опять бы журналисты бы все сказали, что Тинекеев ратует за то, чтобы больше строили тюрем. Больше, чем уверен. Точно так же, как это касалось по Бесабе, да, когда я министру по чрезвычайным ситуациям задаю вопрос, понес ли кто-нибудь наказание с ЧАЭС Карганистской области за разрушенный дом Бесаба. Журналисты указывают в интернете, Тинекеев хочет наказать всех сотрудников ЧАЭС. Что за глупость. Или Тинекеев хочет разогнать правительство. Ну, вы же понимаете, как работают журналисты. В газете время, да, первым начал хвалить Тинекеев министра Башко. А почему тогда этот журналист не напишет, что Тинекеев спросил у того же министра, почему неосвоение в министерстве по чрезвычайным ситуациям 6,5 миллиардов? Первый вопрос был. Второй по Бесабе. Почему журналист об этом не написал? Вот, кстати, по Бесабе, вот интересно, что я знаю, что вы были на месте крушения, да, этого дома, встречались с пострадавшими, да? Нет, я приезжал туда, там отцеплено уже было, я прошел через отцепление, все. То есть в день крушения, да? Или на следующий день? Нет, первый выходной после крушения. А сами жители, они приходили на приемник. Да, но при этом я слышала информацию, где вы говорите о том, что государство не должно помогать пострадавшим этого дома. Понимаете, вот опять-таки из контекста вырываются слова, да? Существуют, допустим, требования этих жильцов восстановить им мебель, восстановить им ремонт затраченный, но не будет государство этим заниматься, понимаете? А для того, чтобы государство вплотную занималось, существует вот заказчик и застройщик, да? Вот правоотношения. Вот они должны разбираться. А для того, чтобы государство в лице Акима города спросило с этого застройщика, должна быть переуступка прав собственников этого жилья Акимату города. Для того, чтобы они подали в суд. Но вы же понимаете, что ситуация нестандартная, да? Конечно, нестандартная. Люди же, получается, люди доверились. Вот я покупаю дом, уверена, что этот дом построен на нормальной почве, да? Нормально построен, потому что этой строительной компанией Акимат города выдал разрешение, правильно? Поэтому, естественно, априори я доверяю этой строительной компании. Ну, я думаю, раз уж построили дом, скорее всего, там все нормально. А сейчас, получается, люди пострадали из-за халатности чиновников, да? Понимаете, вот для того, чтобы понравиться пострадавшим этим жителям, да, я мог бы тоже рассуждать так, чтобы им понравиться. А я не хочу понравиться. Я просто говорю про то, что даже если я попаду в такую ситуацию... Я говорю, как должно быть и как надо делать, понимаете? То есть вы считаете, что вот в таких ситуациях пострадавшим нельзя помогать? Нет, почему нельзя? Государство не должно им компенсировать затраты за ремонт, за мебель. А что должно компенсировать в данном случае, как вы думаете? Понимаете, здесь правоотношение застройщика и заказчика. Это во-первых. Вот сейчас решили, да, за счет бюджета 300 миллионов, да, выделить им другое жилье на Шахтеров 35. Тут есть очередь, в которой стоят многодетные матери, инвалиды, матеря-одиночки, по 20 лет стоят, они ждут это жилье. Вот они завтра его должны получить, и тут раз, эти люди получают это жилье. Справедливо? Вы знаете, несправедливо, да, но здесь очень такой вопрос. Вот видите, вот я поэтому и говорю, что здесь одной рукой меня ласкаешь и причиняешь боль другой. В сердцах меня за чуб таскаешь, и тут же слезы льешь рекой. Находясь в мажоресе, да, вот когда у вас идет правительственный час или просто, да, какое-то заседание, вы же понимаете, что затрагивая ту или иную тему, вы... Кто-то будет обижен. Кто-то будет обижен, мало того, вы уже несете ответственность за решение этого вопроса. Вам всегда удается до конца идти? По крайней мере, я стараюсь быть, идти до конца, стараюсь быть объективным. Не всегда, может быть, удается добиться результатов положительных, но если я берусь за какое-то дело, я стараюсь его довести до конца. Всегда? Стараюсь всегда довести. А правда, что есть такие депутаты, которые за деньги могут лоббировать интересы каких-то бизнесменов? Вот первый раз, вернее, не первый раз слышу, да, и в интернете, сколько Тинекеева заплатили за этот запрос, да, или еще что-то. Вот нам с Таймоном, да, вот хлеб держу. Вот хоть бы один подошел и сказал, слушай, Тинекеев, на тебе там тысячу, там две тысячи, и озвучь вот такой-то запрос. Ну, маразм. И это, во-первых. Во-вторых, сейчас формула запросов такова, что необходимо запросы сначала в комитете обсудить, потом на президиуме фракции, и потом только на заседании. То есть не факт, что запрос еще и пройдет? Конечно. И говорить такие вещи, которые позволяют некоторые себе в интернете, что проплаченные запросы, это, может быть, в других странах где-то и есть. Ну, в Америке это очень популярно, там лоббисты, они... Ну, существует... У них даже узаконено. Партия лоббистов у них даже. А почему все так рвутся в мажилист, да? Вот как наши депутаты зарабатывают? Вот вы живете только на вашу депутатскую зарплату? Она же невысокая. Почему невысокая? Ну, сколько? Она достаточная для того, чтобы прожить мне, моей жене, моим детям. Это, во-первых. Во-вторых, давайте вернемся немножко в историю парламентаризма в Казахстане. Первый раз я избрался, мне было 2-6,5 лет. Тогда было 2-4 человека. Последний раз, когда я избирался по территории, было 14 человек. И те небедные люди, которые рвутся во власть, они рвутся для чего? Денег уже полным-полным. Они рвутся для того, чтобы или увеличить свое состояние, или защитить его. А как можно увеличить свое состояние, находясь в мажорисе? Зайти к тому же министру, с которым я ругаюсь, он придет к нему и скажет, слушай, вот для моей фирмы давай тендер этот возьмем или еще что-то. У меня нету своего бизнеса, поэтому мне не надо там... То есть вы живете только на депутатские деньги? Да. Помимо этого у вас никакого бизнеса нет? А ваша супруга занимается бизнесом? Нет. Ну вот честно, я не верю, что вы живете только на депутатские деньги. Честно, я говорю. Можно посмотреть на ваши часы? Пожалуйста. А что это за бренд? Это игуар. Игуар? Да. Мне подавил их коллега на день рождения. Ну вам хорошо, вы уже 15 лет живете, получается, в депутатской квартире. То есть недвижимости на вас нет, не оформлено? Земельный участок. Да? Да. Дом будете строить? Да. А как вот, что будет дальше, когда пройдет этот созыв, да? Рано или поздно вы вот кем себя вообще видите? То есть всю жизнь хотите быть депутатом? Ну, по крайней мере, пока я нужен буду партии, пожалуйста. Когда мне говорят, слушай, ну, что ты не пойдешь с Акимом или министром, я говорю, если партия видит меня в рядах мажористмена, я буду. А собственно, инициативы никогда не проявляли? То есть это же тоже не совсем хорошо сидеть и ждать, да, когда же меня позовут Акимом? Я считаю, что это место... Каждый человек должен быть на своем месте. Я считаю, что из меня бы Аким не получился бы, понимаете? Быть Акимом тоже непросто. Это вот все думают, наверное, вот, Аким в области там живет, и ничего подобного. Это очень сложно, и министром быть очень сложно. Как вам ваши новые коллеги? Потому что вы-то уже, скажем, такой ветеран, да, в Можелесе, а сейчас же пришел новый состав, и очень много новых людей, которые, скажем, непубличных. Вы уже как-то вот все нашли общий язык? Ну, во-первых, еще не всех знаю так, не совсем... У вас не бывает такого корпоративного выезда на природу? Нет. Чтобы как-то ближе другого узнать. Я же говорю, что я каждую неделю выезжаю в Караганду. Моей маме 87 лет, возраст такой. Поэтому я вот эти выходные поеду опять к маме, возьму сынишку, двоих сыновей, супругу, и поеду. Потому что хочется чаще сейчас быть с мамой. Таких вот выездов во втором созыве они, может быть, и были. В пятом сейчас их... То есть сейчас вы еще не всех новеньких знаете, да, скажем? Да, не всех, хотя практически до депутации я очень многих людей знал по тем или иным вещам. Кого-то по Комсомолу, кого-то по-другому. Допустим, коммунистский Энжин пришел, земляк мой из Караганды. К Косареву мы были во втором созыве. Азад Первашев через Атамикен я его еще знаю. Есть такое мнение, что когда ты становишься депутатом, самое главное там по средам, да? По средам же у вас в пленарке. То есть самое главное в среду на пленарке появиться. Остальное время, что есть даже депутаты, которые живут в Алма-Ате, приезжают в среду, появляются на пленарке и уезжают обратно. Раньше были такие депутаты, которые приезжали в среду утром, отсидят в пленарку и в среду вечером улетают. Были такие. А сейчас? А сейчас очень жестко. Сейчас, во-первых, фракционная работа. Очень жестко спрашивают. И не забывайте, что... А связано ли это, я прошу прощения, связано ли это с тем, что сейчас именно спикер Мажелеса Нурлан Завилович, все знают его характер и знают, что он, на самом деле, когда он что-то возглавляет, что он очень жесткий. Что у него там никаких прогулок не получится. При нем, конечно, порядка стало больше. Он очень жесткий руководитель, для него нет авторитетов. Но при всем при этом существует еще и дисциплина партийная, которую, опять-таки, он поднял, когда еще в прошлом созыве, когда стал первым заместителем президента по партии. В понедельник у нас правительственные часы, как правило. Это обязательно будет. Откуда вот Башко, допустим, с которым у меня была полемика, или с тем же председателем АРМ. Это в понедельник случилось. Вторник – это заседание комитетов. Среда – это пленарные заседания. Четверг. Вот кроме среды могут быть рабочие группы. А я, как член, допустим, комитета по законодательству судебно-правовой реформе, это самый загруженный комитет. И у нас практически каждый день по несколько рабочих групп. С учетом того, что я являюсь еще членом рабочей группы в других комитетах, поэтому до пятницы… До пятницы, в общем, у вас… Железно. Все расписано, да? На субботу-воскресенье вы стараетесь выезжать в Караганду. Пятница вечером выезжаю. Вот знаете, вот недавно в Твиттере прочитала, мне очень понравилось, я вот вас читаю. И иногда у вас, вот наблюдаешь за вами, вы, ну, чаще всего, конечно, пишете о работе, но иногда у вас бывает, видимо, какое-то романтичное настроение, и вот вы написали о том, что успех мужчины заключается в его любимой женщине. Это и ваш секрет вашего успеха? Любимая женщина? Ну, во-первых, любимая женщина – это мама. И я всегда, когда сижу в каком-либо кругу… К сожалению, папа умер, когда я учился в третьем классе, мне было и девяти лет. Я всегда представляю, что бы папа сейчас сказал, которое я уже, ну, в принципе, не так хорошо помню по некоторым вещам. Обидно просто, что отец не увидел этих достижений. Поэтому хочется, чтобы мама хоть к концу жизни что-то как-то… Но она гордится мной, что греха стоит. Ну и супруга гордится. Поэтому… Ну, я слышала, что у вас молодая супруга. Какая у вас разница в возрасте? 17. 17 лет. Вот такая разница в возрасте не мешает? Нет. Мне в душе 25. Невозможно, говорят, не верю. Да и ты, пожалуйста, не верь. Может быть, влюбленности – потеря. Самая большая из потерь. У вас двое детей. Сыну 3,5 года и младшему 5 месяцев. 5 месяцев. Вот у вас недавно, да, получается, родился? Я помню. 20-летие независимости. Да, здорово. Поздравляю вас. Посвящается. Как вы воспитываете своих детей? Вы видите их политиками? Их? Да. Во-первых, я хочу, чтобы это были нормальные ребята. Без каких-то, знаете, звездных болезней. Я не хочу, чтобы это была какая-то, знаете, вот... Думаю, что дети депутатов – это уже золотая молодежь. Ничего подобного. Ну, это правда. Это правда. Не перестаньте. Я умоляю вас. Мутор Бакирович, здесь я с вами прям поспорю. Потому что вот нынешняя молодежь, я почему знаю, у меня братишка, да, вот ему 17 лет. Я знаю, что... Вот я просто когда вижу, что, допустим, мальчик там приезжает на Мерседесе, да, последней модели. Я просто спрашиваю, да, вот, кстати, вот этот мальчик, откуда у него такой автомобиль? А он сын депутата. Если даже этот мальчик на крутой машине проехал, сын бизнесмену, скажут, да это сын депутата, понимаете? Нет. Если, понимаете, да больше, чем уверен. Вот моя дочка, да, первого брака, ей 21 год будет, она учится в Кемэпе. Обычная девушка, понимаете, которая ходит пешком, ездит на автобусе. Ну, вы ее купили на автомобиль? Вот буквально только передача я разговаривал с ней. Да? Она иной раз приезжает на каникулы. Ваши дети избалованные, так нельзя, да, говорить? По крайней мере, да, вот, я вспоминаю свое детство. Ну, это, в принципе, в моем возрасте, кто находится, наверное, у всех, кто было такое детство, когда... Нехватка. Да. Больше. Мы игрались, вместо машинок у нас были кирпичи, и башни делали из глины, вставляли спичку, и вот этот танк у нас был. Я не хочу, чтобы мой сын, конечно, игрался кирпичами. Тяжелое детство, говорит, нехватка витаминов, чугунные игрушки. А вот что для вас важнее, ваша супруга или ваши дети? Когда супруга была беременна, и как-то я задумался так, да, вот, что, если вдруг? Я бы выбрал здоровье супруги. И просто есть мужчина, я недавно читала одно интервью, где вот мужчина прям говорит, что на первом месте деньги, на втором месте жена, потом дети. Ну, деньги – это уходящее и проходящее. Я знаю столько людей, которые были так богаты, которые в один миг оказались никем, но, тем не менее, жены остались при них. Поэтому деньги – это ничто, во-первых. А во-вторых… Ну, вы любите деньги? Я к ним отношусь как к средству. Я никогда не был жадным человеком. Кстати, те люди, которые меня знают, они мне сразу говорят, Никита, ты никогда не будешь миллионером. Я вот, допустим, я прочту, да, в том же Твиттере, да, что ребенку необходима помощь. Я тихонько вот… Сейчас-то можно об этом уже говорить, да, узнают телефон, и я перечисляю туда деньги, сколько позволяет мне зарплата. Я никогда не бываю таким, знаете, прям с клягой. Вот, возвращаясь к интернету, я вот где-то прочитала в комментариях, что вы связаны с криминальным миром. За мою деятельность, да, депутатскую. В 26 лет я стал депутатом. Вырос я в Шахтерском районе, да, занимался спортом. Но это был криминальный район, нет? Конечно, криминальный район. Криминальный район. То есть где-то вот правда есть в этих… Не, ну, я сразу скажу, что никогда, ни при каких обстоятельствах, если будет стоять вопрос закон или там криминал какой-то, да, к которому отношение никого имею, закон для меня прежде всего, понимаете? И поверьте, если было бы что-то против Тинекеева в этом отношении, то меня давно бы не было бы в парламенте, понимаете? А те люди, которые где-то что-то… Да, я могу себе позволить заматериться. Я могу себе позволить там какие-то другие вещи, которые многие депутаты не могут… Я тут такой же человек, понимаете? И в душе я остался тем же Шахтером. Я как-то сказал на какой-то передаче, что не бывает бывших Шахтеров, понимаете? Если человек глотнул вот этого шахного воздуха, шахной пыли, которая осела в лёгких, оно осело и в сознании. Но всё равно, наверное, трудно быть известным депутатом, а вы именно известный депутат, и при этом вы же понимаете, что вы уже многих вещей себе не можете позволить. Естественно, я многих вещей не могу себе позволить. Постоянно контролируете себя и свои поступки? Я обязан просто себя контролировать, потому что я не могу себе позволить многих вещей, что раньше мог бы позволить себе шахтерки некие. О чём вы жалеете, что вы не можете позволить себе? Я себя веду так же, как и обычно веду себя, понимаете? Вот захотелось мне… Я каждый практически, когда стараюсь, ездить на велосипеде, понимаете? Я езжу на велосипеде. Потому что там в ВИП-кабинке, что наши высокопоставленные чиновники и депутаты, к сожалению, не могут сидеть в ресторане со всеми остальными, скажем, посетителями, потому что просто боятся, что их сфотографируют или начнут говорить что-то. Для вас… Вот вы не боитесь этого? Я не боюсь этого. То есть вы вообще в любом обществе всегда можете появиться? Иной раз, когда бываю в Караганде, я себе позволяю зайти… У нас есть такое заведение, как «Пятый угол» называется, где ребята играют вживую репертуар из «Машины времени», из других, вот музыка 80-х годов. Я с удовольствием сижу, слушаю. Естественно, подходят дамы приглашать на танец. Ну, я не могу просто отказать, если даже эта дама мне не нравится, и которая там старше меня. А вот какие дамы вам нравятся? Сложно сказать, какие, понимаете? Я когда-то в школе еще участвовал, про что он говорит. Если мужчина скажет, за что он любит женщину, значит, он ее не любит. Поэтому сложно сказать, за что. Если человек нравится, то он нравится весь, полностью. А какие люди вам нравятся? Какие качества вы цените прежде всего? Ну, во-первых, открытые, честные люди, бескорыстные. Не так, чтобы, знаете, с тобой дружбу водят для того, чтобы там... А есть такие, да? Есть, конечно. А вы сразу понимаете, что вот не случайно он со мной познакомился, не случайно? Ну, допустим, вот когда мне звонят, там, просят о встрече, я говорю, говори по телефону. Ну, это не телефонный разговор. Я сразу понимаю, что человеку что-то надо. Я говорю, ну, что ты хотел? Ну, вот помоги там, тендера, там, что-то. Я говорю, я не участвую в этих делах. Я говорю, что не по адресу. А вот какой властью обладает депутат Мажелиса? Понимаете, вот... Какие преимущества... Пишут, да, что депутат, это чуть ли не небожитель, который живет где-то оторванный, у которого благо, у которого все есть. Я вам скажу, что есть у депутата. У депутата есть право вызова машины служебной 60 часов в месяц. Квартира. Служебная квартира, за которую он платит. Сколько платите? Ну, вы же только коммунальные платите. А что еще? Ну, я не знаю. Ну, вы же там как за аренду не платите этой квартиры, правильно? Ну, да. Это же служебная квартира. Это служебная квартира. Служебная квартира, получается, водитель, да? Ну, дежурная машина. Ну, дежурная машина. Я на работу с работы пешком хожу. И самое главное депутатская неприкосновенность, которую, кстати, вы предлагали вообще отменить. Почему? Ну, для чего нужна депутатская прикосновенность? Вот скажите, кстати, депутатская неприкосновенность – это приманка для нечистых на руку людей, которые рвутся стать депутатом для того, чтобы получить эту неприкосновенность. Но она же все равно на какой-то период, это же не на всю жизнь. Вот именно. И для чего она нужна? Если человек совершит преступление, Генеральная прокуратура обратится, а только Генеральная прокуратура имеет право обратиться в парламент, депутаты проголосуют за, чтобы убрать этого человека с рядов. Но для чего нужна эта прикосновенность? Для того, чтобы журналисты могли критиковать или там оппозиционные какие-то другие люди. Что вот у них неприкосновенность. Ну какая неприкосновенность? Подойдите, потрогайте меня. Но какие у вас привилегии? Я слышала, что даже в аэропорт, то есть у вас там, вы заходите через ВИП-терминал, никогда депутаты через общий не проходят. Это же правда? Во-первых, вот ВИП-терминал, да. Депутаты проходят через ВИП-терминал, также оплачивают эту услугу. Тоже оплачивают? Конечно. Поэтому что? Вот зайти через СИП-зал, да? СИП называется. Ну ВИП назовем так. Вот он, захожу я в ВИП-зал с вещами, в багаж не сдаю там небольшая сумка. Жду. До посадки остается там 30 минут. Все, пойдемте. Пассажиры на Алма-Ату, там, пойдемте. Идешь. Заходишь в самолет битком. Открываешь, все забито. Багаж некуда поставить. И что? Вот это право зайти посредним в самолет, чтобы держать эту сумку на коленях? Это вы считаете правым? Нет, я лично ничего не считаю. Я у вас спрашиваю. Я тоже это не считаю. Поэтому лучше зайти со всеми, спокойно положить чемоданчик и сидеть. А сейчас, тем более, регистрация идет онлайн. Вы можете сами выбрать себе место, заранее дома зарегистрироваться и сесть в любом ряду, который вам понравится. Я, кстати, недавно тоже прочитала в вашем твиттере, просто сейчас вы говорите про самолет, вспомнила. Сейчас мужчины очень интересные стали. И вот заходишь в самолет с сумкой, как вы говорите, не сдаешь ее в багаж, хочешь ее положить на полку, а мужчина, который рядом будет стоять, он тебе эту полочку откроет, подождет, когда ты ее поднимешь, а потом тебе поможет закрыть. То есть легче было бы, конечно, ему поднять и положить сумку. На самом деле сейчас настоящих мужчин очень мало. И вот вы в своем твиттере написали о том, что настоящие мужчины играют в хоккей, а не настоящие в кутюрье. Почему, видимо, это было какое-то... Вы что-то заметили, да, ваше наблюдение? Да нет, просто у нас встречаются же люди такие, которые воспитаны, может быть, в каких-то тепличных условиях, жеманные, похожие на людей нетрадиционной ориентации. Кстати, вот в Тенгри Ньюс, да, была написана... Да-да-да, информация о том, что... Я даже ее читать не стал, потому что, думаю, опять выдумка журналистов. Ну почему выдумка? Знаете, как анекдот, да, в бригаде, в Шахтерской, допустим, да, один другому говорит, слушай, у нас в бригаде голубой появился. Говорит, а кто, говорит, поцелуй тогда скажу. Это то же самое можно сказать и про парламент, и про правительство и так далее. Ну неужели вы до этого не слышали никаких слухов о том, что у нас в правительстве есть люди нетрадиционной ориентации? Серьезно, даже, даже. Не слышали. Нет. Но где-то же они эту информацию взяли, то есть агентство, которое проводило исследование? Понимаете, я представляю, как тяжело журналистам, да, когда не было депутатов. Ну писать нечем, ну сколько-то, понимаете? Тут появились депутаты, ну, хоть работа появилась, понимаете? Нет, ну это неправда. Ну как неправда? Я не защищаю своих коллег, которые пишут, да, именно про вашу парламентскую работу, но на самом деле есть люди, которые создают волны, да, которые создают какие-то информационные потоки, да, за которыми интересно наблюдать. Но на самом деле, что бы вы ни говорили сейчас про журналистов, вы наверняка где-то в глубине души благодарите нас за то, что вы сейчас так популярны. Я вам скажу, что вот какой сейчас, да, и как я выступаю, я так выступаю все время. Ну что у вас изменилось за вот эти годы, скажем? Жить, раньше старался быстрее успеть туда-сюда, вот, сейчас спокойнее, монотоннее просто. Знаю уже, может быть, больше. А что для вас главное в жизни? Здоровье, наверное, близких. А вы чувствуете свой возраст? Нет. Совершенно? Совершенно. Я же говорю, у меня в душе 25. Ну в душе 25, а по, вот, допустим, утром просыпаетесь, не тяжело? Я, во-первых, не пью, с 1 марта не курю, поэтому... Не пьете уже давно, да? Больше двух лет. Больше двух лет. Хотя я вот помню, что у вас, вы прям, по-моему, одно время себя даже как-то позиционировали, как борец против наркотиков и алкоголя. Я вообще сторонник жестких мер. Если человек, вот, допустим, на границе Таджикистана, да, стоит, утрированно говорю, килограмм героина – 1000 долларов, да, на Дальнем Востоке – 25-30 тысяч долларов. Ну стоит везти, да? Ну что, я получу 2-3 года, там, что? А вдруг получится. И он сразу 8 килограмм, 10 килограмм везет, да? И заработал там сколько денег, да? И я когда привожу пример, и в узбекском культурном центре мне один узбек говорит, ну у него семья там, 12 человек. Я говорю, слушай, у меня семья 11 человек, и что, я должен наркотики перевозить, чтобы прокормить эту семью? Это не аргумент, чтобы заниматься таким бизнесом. А сейчас у нас, получается, за сбыт наркотиков можно и пожизненное заключение получить, да? За сбыт в детских, в дошкольных учреждениях, в школах и в организованной группе. А как бороться вообще в целом? Как вы думаете? Это же, в принципе, неискоренимое зло. Понимаете, вот если ловят эти наркотики в России, значит, в наши таможни, в наши пограничники не работают. Потому что через нашу территорию. Ну, сейчас уже у нас нет границ, нет таможни, а раньше, до таможенного союза, если ловили, значит, в наши не работают. Как вы думаете, в чем заключается ваша сила? Наверное, в тех людях, которые меня поддерживают. А кто вас поддерживает? Да все простые люди, которые меня знают. А если не будет поддержки, что будет тогда? Если вы почувствуете, что за вами нет людей, которые вас поддерживают. Ну, это, наверное, сложно. Даже подумать об этом сложно. Как это можно жить без поддержки? Я вообще не понимаю людей, которые могут вот жить, жить в стране, взять и уехать в другую страну. Понимаете? Как это уехать в другую страну и начинать все без друзей, без близких, без родных? Понимаете? Ну, хорошо, там у тебя денег миллионы, там что-то. Ну, деньги не заменят же, общение, друзей. А что для вас самое страшное в жизни? Наверное, потеря близких. Сколько вам денег нужно для полного счастья? Достаточно того, что есть. Ну, вы ведете какие-то накопления? Ну, как? Удается, конечно, откладывать. У вас все-таки маленькие дети, их надо завтра. Образование сейчас дорогое. Конечно, удается откладывать. И никогда не ставил себе цель, и сама цель, да, для того, чтобы вот, как многие. Вот судьбы многих людей же у нас сегодня, вы же видите, тартары летят, несмотря на их миллионы. И смотришь на некоторых людей, которые сегодня особенно нечестным путем заработали эти миллионы, и думаешь, ну, придет время. Вот сейчас президент сказал, что необходим следующий шаг, идти к всеобщей декларации, да, не только доходов, но и расходов. И вот тогда и выйдет, слушай, дорогой, а ты зарабатываешь-то, у тебя там оклад 150-200 тысяч, а у тебя домище такое, дети на таких машинках, жена на такой машине, да. И все это выйдет. Просто сколько веревочки не видится, все равно придет. Но вот вы сейчас наблюдаете, мне тоже всегда удивительно, когда я вижу наших высокопоставленных лиц, и все мы понимаем, что люди живут не на зарплату. Этих людей, да, абсолютно спокойно можно вычислить по их супругам. Жены, которые себе ни в чем не отказывают, да? Поэтому, когда приходит к нам счетный комитет и говорит о тех упущениях, которые были допущены тем или иным министрам, допустим, по программе «Питьевая вода» не освоено 5,6 миллиардов. Почему не освоено? Вот в том-то и дело. Я и говорю Аксигбаеву, слушайте, что вам не хватает? Полномочий не хватает? Вы попросите, скажите, придите и скажите, уважаемые депутаты, вот необходимо отдать счетному комитету такие-то полномочия для того, чтобы наказывать нерадивых министров. А у нас получается, наказано 40 чиновников. Начинаем разбираться, кто? Начальник отдела, максимум начальник управления, замдиректора департамента. Даже до директора департамента не доходит. Ну, о чем можно говорить? И те министры, вице-министры, которые меняются, уходят, приходят, но уровень начальников управления, директоров департамента, они сядут по 20 лет в этих министерствах, и именно они делают выкладку этих бюджетов. Они уже закрытыми глазами могут заполнить любую форму. И поэтому я говорю, что наше правительство работает на 30-40%. Если бы оно работало на все 100%, то уровень жизни еще 7 лет назад был бы намного выше, чем сейчас мы живем. И поэтому вы предложили недавно распустить правительство? Нет. Я, кстати, сказал, после такого отчета счетного комитета правительство должно уйти в отставку. Ну, это на самом деле вы так считаете? Да. 189 миллиардов тенге у нас лежат в банках второго уровня, на депозитах. Ну, неужели у нас нету программ, на которые можно эти деньги бросить? У нас вот тот же ЧАЭС, да, 6,5 миллиардов. Хотя Башко говорит, мне надо премию дать, это я сэкономил. А где ты мог сэкономить? Дамбу от наводнений ты вместо 100 мешков положил 90 мешков, что ли? 10 мешков сэкономил на этой дамбешнике. Средства недосвоены, а что дальше? Что с ними будут делать? Вот в том-то и дело, что те программы, которые закладываются и говорим... Мы каждый год, кстати, когда утверждаем бюджет и говорим, ну, дайте на аулы, на чистую воду, еще добавьте миллиардам или 5 миллиардов. Или дайте еще 10 миллиардов на строительство арендного жилья. Сколько у нас молодых семей, людей, которые приехали в Астону? Основное, по сути, это молодой город. Ну, до сих пор же есть эти аулы, где воды нет. В том-то и дело, по аулам, я говорю, и второе, по домам. Направьте тогда эти деньги на строительство арендного жилья для молодых семей. По молодежной политике я в свое время предлагал, вот молодая семья берет кредит в банке на покупку жилья. Родился ребенок, 20% государство сокращает. Второй родился, 30%, третий родился, 50%, четвертый полностью кредит должен погасаться за счет государства. Вот молодежная политика. Одно дело поднять вопрос, а другое дело довести его до конца. Вы правы здесь, но в то же время, раз и не поднимает этот вопрос, в общем беда. А есть такое, что вы, допустим, хотите какой-то депутатский запрос сделать, а вам кто-то говорит? То есть есть люди, которые могут вам запретить и сказать, что это слишком острая тема, не надо? До сего Чечня не было таких людей. И в интернете, допустим, пишут многие. Ну и видно невооруженным глазом, что пишут это работники, критикуемого министра чаще всего. Как вы думаете, вот ваш самый главный подарок в жизни? Ну, наверное, это мои дети. Но тем не менее, вот вы очень молоды, и я думаю, что наверняка, вы так и не ответили на этот вопрос, я думаю, что вы же не всю жизнь будете депутатом. После того, как вы перестанете быть депутатом, кем вы будете? Да я думаю, что найду работу. И вам все-таки больше государственная политика ближе или же в бизнес уйдете? Ну, тут уже будет решать, наверное, и партия в том числе. Если она скажет, что ты необходим там-то, там-то, я даже не рассуждаю, пойду. И когда, кстати, был саморос в парламенте, мне когда сказали, как вы, поддержите, не поддержите, я сказал, что я починился любому решению фракции партии. И мой последний вопрос. Мне вот интересно, когда был последний съезд партии Нур-Уртан, где решалось, кто войдет в список, вы на самом деле не знали, что есть вы в списке или нет вас в списке? До последнего ни один кандидат не знал о своей судьбе. Поверьте мне. Вам было приятно, что вы все-таки оказались в списке? Безусловно, мне было приятно. И в то же время мне было обидно за некоторых коллег, которые не попали в этот список. А за кого, в частности? Больше было обидно за коллег, которые не попали. Спасибо вам, что пришли к нам сегодня и рассказали очень много интересного, потому что на самом деле вы один из немногих депутатов, к сожалению, которых всегда интересно слушать. Поэтому я желаю вам только успехов. Спасибо. Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Статус-кво», и сегодня у нас в гостях был Мухтар Тинькеев. Смотрите нас каждый четверг на телеканале «Астана» в 23.00. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!